В американском штате Нью-Джерси на берег выбросило мёртвого горбатого кита. Туша весит несколько тонн, и теперь спасателям предстоит большая работа, чтобы убрать животное с берега. Пляжный сезон Нью-Джерси уже закрыт, так что пострадавших нет. Ежегодно в разных точках планеты на берег выбрасывается больше двух тысяч китов. Случается это и с дельфинами. Объяснений этому учёные так и не нашли. Есть несколько теорий. Например, считается, что пожилые киты поступают таким образом, если они нездоровые и совершают самоубийство. А молодые киты выбрасываются на берег из-за раны или просто в силу неопытности заплывают на мелководье. Тогда животное оказывается обречено. Другие учёные считают, что киты выбрасываются на берег, если на них охотятся косатки. Банальная паника губит млекопитающих. Нельзя отбрасывать и человеческий фактор. Нередко киты задевают сети, сталкиваются с судами или просто травятся химикатами. Кстати, киты очень социальные животные. Учёные считают, что если одно из них выбрасывается на берег, то за ним могут последовать и другие. И вот последняя теория. Самая популярная среди исследователей, которые говорят, что моря и океаны стали слишком шумными. Гидролокаторы просто оглушают млекопитающих. Они перестают ориентироваться в пространстве и не понимают, что движутся к суше. Американцы довольно часто сталкиваются с самоубийствами китов и уже научились им помогать. Например, 14 лет назад на берег залива Кейп-Кот одновременно выбросилось 55 китов. 46 из них удалось спасти. В Австралии был случай ещё более массовый. Там 160 китов пришлось спасать волонтёрам и получилось. Но, конечно, таких счастливых финалов меньше. Один из самых массовых случаев гибели китов случился 9 лет назад. 70 животных выбросились на берег в Австралии и все погибли. Киты — это самые крупные животные, когда-либо обитавшие на Земле. Сейчас некоторые подвиды этих гигантов находятся на грани исчезновения. Они занесены в Красную книгу. Снижается популяция из-за охоты на китов, которая сейчас запрещена. И из-за таких массовых суммубийств, конечно, тоже. До сих пор гибнет китов в разы больше, чем рождаемость у них. Беременность у млекопитающих длится около 12 месяцев, а на свет появляется единственный детёныш. Продолжение следует...